МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Татьяна. Виктор, предлагаю поговорить о введении ответственности за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Вот эта тема сейчас очень актуальна, везде обсуждается. Скажите, какие изменения произошли в законодательстве касаемо спайсов и курительных смесей? Да, вы действительно правы. Как известно, начиная с сентября прошлого года по нашей стране прокатилась так называемая спайсовая эпидемия, сопровождавшаяся неоднократными обращениями граждан в больницы различных городов нашей страны. Примечательно при этом, стоит также отметить, что и среди пациентов большое количество составляли несовершеннолетние граждане. В этой связи подобная ситуация требовала принятия решительных и оперативных мер, прежде всего законодательных, вследствие чего стало принятие 3 февраля 2015 года нового закона, который внес существенные комплексные изменения в ряд нормативных актов нашей страны. Среди них, в частности, стало как административное, уголовное законодательство и иные нормативные акты. А есть ли какой-то запрет на пропаганду курительных смесей? Да, действительно, изменения коснулись и федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах. В частности, были внесены дополнения. Нужно стоить существенное, отметить статью 46 данного закона, устанавливающую запрет пропаганды, в том числе и новых потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе способах оккультивирования, воспроизводства, а также употребления и иных действий с ними. То есть это тоже серьезная ответственность за пропаганду существует. Скажите, вот Уголовный кодекс тоже потерпел изменения, есть какая-то тоже ответственность? Расскажите об этом поподробнее. Да, в соответствии с настоящим федеральным законом уголовное законодательство было дополнено отдельной статьей, в частности 234 прим. 1, в которой установлена ответственность за незаконные производства, переработку, сбыта, хранения и иные действия, связанные с новыми потенциально опасными психоактивными веществами. При этом также следует отметить, что за наиболее строгое деяние из данного состава предусмотрена ответственность, вплоть до лишения свободы сроком на 8 лет. Виктор, скажите, а каким образом происходит борьба в сети интернет или какими-то другими способами работает правоохранитель? Да, в соответствии с данным законом предусмотрен ряд комплексных изменений до выполнения законодательства, направленных на профилактику и противодействие данному негативному явлению. В частности, существенные дополнения были внесены в статью 46 Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, который предусматривается отныне, в том числе и запрет на пропаганду способов, методов и разработки новых потенциально опасных психоактивных веществ, их изготовления и использования, а также о способах и местах культивирования подобных веществ и способов производства, распространения книжной продукции, продукции, средств массовой информации, а также устанавливается отдельный запрет этому вопросу, посвященный отдельный пункт данной статьи на распространение сведений о психоактивных веществах в сети интернет, что, очевидно, направлено и на подрастающее поколение молодой аудитории, которые являются наиболее подвержены риску. То есть прокуратура и такую работу тоже проводит сейчас? Да, действительно, в данном направлении мы также проводим профилактическую и просветительскую работу. В частности, начиная с конца февраля данного года, мы взялись за школу нашего города, проводим еженедельные встречи с учащимся как средних классов, так и старших классов, где разъясняем им в том числе и данные изменения законодательства и последствия употребления данных веществ. Ну и ответственность, да? И, разумеется, ответственность. Да. Скажите, вот в КОАП тоже произошли изменения, и вот в части несовершеннолетних, вот расскажите поподробнее с этого момента. Да, в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации также был внесен ряд изменений. Нужно отметить, что изменения коснулись именно в большей части Кодекса административных правонарушений, нескольких составов административных правонарушений. В частности, предусматривается дополнительная административная ответственность за увлечение несовершеннолетних в употреблении новых потенциально опасных психоактивных веществ, их употребление и появление в общественных местах, а также их употребление без назначения врача, что, в принципе, соответствует общественной опасности данного явления. В том числе предусмотрена ответственность, начиная от штрафа, в достаточно крупных размерах, вплоть до наказания в виде административного ареста до 15 суток. Скажите, все-таки, если говорить о последствиях, вот этих спайсов и прочих веществ, скажите, вот насколько они бывают страшными и куда можно обратиться, либо родителям, либо каким-то другим знакомым тех людей, которые попали в такую беду? Действительно, в настоящее время и события прошлого года, второй половины, это подтвердили. К курительным смесям и так называемым спайсам зачастую наблюдаются снисходительные отношения, в частности, недооценивается их общественная опасность, как реальная, так и потенциальная. И прошлые события это показали, сопровождавшиеся смертельным исходом в ряде случаев. Что касается последствий употребления новых потенциально опасных психоактивных веществ, то они оказывают негативное влияние как на центральную нервную систему, так и вызывают у потребителей разрушение клеток головного мозга, нарушение работы детородной сердечно-сосудистой системы, могут привести к расстройству психики с потерей памяти, внимания и затормаживания умственной деятельности. В связи с чем, законодатель и обратился к данной проблеме, направив все свои силы на ее решение. В заключение также хотелось бы отметить, что с счет числа людей, для которых употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ в нашей стране закончилось смертельным исходом, уже давно приобрел катастрофические масштабы. В этой связи необходимо представлять соформирование населения нетерпимого отношения к курительным смесям и прочим видам спайсов, чей эффект, как показывает практика, зачастую оканчивается трагическим исходом. В этой связи прокуратура города также обращает внимание населения на данную проблему и просит в случае появления у граждан какой-либо информации обращаться по телефону горячей линии 245-59 прокуратура города Димитровграда. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Всего вам доброго. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова